здравствуйте дорогие друзья как я и обещал мы теперь должны с вами я уже вязал вот такого типа реалистичные нимфы сейчас мы с вами свяжем такую нимф очку закрепили крючок все тот же как предыдущем фильме я использовал это типа тимки 200р или же hopper popper как продается в магазине у страйка или же хая буса есть такие крючки у них fly hoax нитка все та же тонкая которую я брал белая ну большой роли не играет светлая она или черная какое будет тело это уже не существенно но сам чехлик вернее само тело будет изготавливаться из даббинга а сверху мы уже будем крепить пленочку пленочку желательно вот чтобы она была несколько темная подходящей ширины хвостик самое главное вот хвостик должен играть достаточно хорошо принципе то у меня вот остаются всегда перья я не выбрасываю потом использую в качестве хвостиков аккуратно я срезаю не отрывая потому что честно скажу оторвать у вас красиво и аккуратно не совсем получится поэтому приложили перо к пальцам и зажав его отрезаем выходит вот такая у нас вот кисточка которую мы должны закрепить там где хвостик проматываем нитку до загиба сколько вы допустим выберите длину себе тела это уже не принципиально поэтому насколько сильно вы за загиб или нет это уже не имеет значения притяжной петлей так чтобы материал наш никуда не убежал прихватили и смотрим достаточно мне принципе тогда для меня достаточно этой длины хвостика все оставляем пока ничего не трогаем опять же берем нашу проволоку достаточно это существенно но вот смотрите я специально от если вы видите вот зубчиками осталось обрезанное перо я его не выбрасываю потому что при вязании всевозможных жучков паучков вот такая ребристость идет на изготовление лапок очень очень хорошо и мне нравится теперь берем нашу пленочку и крепим я уже заранее подготовил вырез чтобы удобнее было крепить и здесь же в одной точке стараемся и и подхватить она вот так подхватили и так чтобы наш хвостик никуда не убежал контролируем тот момент когда мы дойдем до нашего вот мы уже дошли до нашего хвостика оставляем нам для сегментации или леска ну так как у меня это проволока имеется под руками я буду делать все той же проволокой 012 диаметром крепим по всей длине и движемся также до нашего хвостика тело можно изготовить так же как и фазан тайл стандартная мушка которая есть но я буду делать тело немножечко в другом оттенке я буду использовать вот такой у меня рыжий мех имеется кролика теперь я можно воском можно так же как я уже вам и неоднократно показывал клеем карандашом ну кто кто чем пользуется тем той применяйте церковная свечка хорошая это уже не принципиально берем так же небольшими порциями чтобы не было у нас рыхлым тело накладываем на нить не более 12-15 сантиметров для того чтобы нам было удобно потом это все крутить и вращать небольшими вот такими щепоточками берем даббинг и прокручивая наносим на уже промазанную нить лучше потом добавить чем будет у нас толстое и некрасивое тело подкрутили пальчиками можете нитку можно даббинговую петлю кому как удобно контролируем так чтобы не залезть на наш хвостик и даббинг и формируем подкруем сосулькой с утолщением больше грудки нашего тела вот подматываем и я вижу уже что мне не хватит даббинга закончить я еще немножечко для себя вот добавлю даббинга все этого я думаю мне будет вполне достаточно и и и и и и и и Не то, что больше половины, или как там оно у нас получится, но тело, как всегда, у нимфы 2 третьих дошли. Вот мы оставили для нашей грудки, для имитации наших лапок. Я теперь промеряю, глянем, как у нас здесь ложится пленочка наша. Вот, меня все устраивает. Так, крепим теперь в одном месте 2, 3, вот сколько у нас в натяжечку держим, сколько у нас выйдет. 3, там 4. 4, оставляем пока в таком положении и начинаем, уводим, чтобы не мешали, начинаем сегментировать наше тело. В натяжечку убираем волоски, чтобы они у нас не залазили. 3, 4, 5, это не принципиально. Выбрали для себя угол, и вот главное следить за тем, чтобы наша проволока не утянула нашу пленочку. Так, и здесь делаем один оборот. После этого я убираю мою нитку и пленку перевожу вверх. Мы должны ею опять еще использовать. Проматываем до колечка. Небольшой будет у нас огрузка. Так, как меня попросили не делать без загрузки, поэтому я это делаю. Вообще, желательно я все это изготавливал свинцом. Поэтому, как вам удобно, так вы для своих нужд, своих рыбалок используете. А также проволоку я откручиваю. Теперь самый такой важный момент. Мы должны с вами имитировать лапки. Можно использовать, желательно использовать куриное перо. Потому что куропатка и другие перья, ну, они несколько слабее по крепости. Не очень подходят. У меня вот осталось перо перепелки. Еще имеется вот перо курицы. Какое вам будет удобно, такое, в принципе-то, вы можете и использовать. В чем смысл? Перо должно быть у ости мягкое и крепкое, но не пуховое. Для того, чтобы мы в дальнейшем могли потом работать с лаком. Если мы пролачим, то у нас будет перо хрупким. Вот я закрепил. Остаток вот этого пера я удаляю. Все. Пока мы наше перо не трогаем. Формируем грудку. Грудка должна быть у меня более темная, коричневая. Я буду использовать все тот же светло-коричневый мой даббинг. Но к нему я добавлю немножечко. Вот у меня имеется коричневый и имеется черный спектродаббинг, который даст оттенок моей грудке. Нитку пока я не подкрашиваю. Можно, конечно, подкрасить ее в коричневый цвет. Коричневый, черный. Ну, тот цвет, который белый, не будет проявляться. Это уже проверено, потому что нитка настолько тонкая, что достаточно хорошо в работе она себя ведет. Александр Шимаев как раз у меня спрашивал из Красноярска, какую можно другую нитку. Эту нитку я уже объяснял, рассказывал и в личной переписке. Нить для шитья спортивных костюмов. Поэтому она вот такая французского производства, тонкая, но из двух прядей скрученная была. Поэтому сама нитка очень тонкая, но еще была скручена из двух. Поэтому вышло 0,015. Это я уже микрометром мерил на узле, а потом делил пополам. Вот приблизительно вот столько наборочки нам хватит. И теперь начинаем формировать нашу грудку. Она должна быть достаточно пышной. Но и в то же время, вернее, пышная относительно, но должна быть чуть толще нашего тела. Но опять же не очень большую. Желательно, чтобы она была по толщине более-менее пропорциональная. Не так, чтобы была там шире, уже, а была нормальным как бы цилиндром. В дальнейшем нам потом будет удобно изготавливать лапки и делать тело. Аккуратно, так, чтобы осталось место у колечка. Формируем еще утолщение. И уже переходим к колечку. Вот у меня пара-тройка миллиметров осталось. Все. Теперь я беру, подкрашиваю в черный цвет, так как у меня здесь будут крепиться мои глазки. Можно глазки было закрепить раньше, можно закрепить сейчас. Это не принципиально. Глазки из лески. Леска я уже не помню, какая там по толщине. Это тоже не важно в данный момент. Ну, как они изготавливаются, вы все прекрасно знаете. Вот у меня на пинцете. Чтобы не убежали мои глазки, так как они у меня маленькие, я делаю пару оборотов так. Теперь отпускаю свой пинцет, и я уже могу спокойненько сдвинуть туда, где они у меня будут стоять. Можно изготавливать и без глазок. Это кому как удобнее. Я, например, так как мы изготавливаем реалистик, значит должны быть глазки. Удерживаю, поджимаю вот так ногтем, и теперь перекидываю нить. Уже стараюсь глазки свои обязательно восьмерочкой. Стараюсь так, чтобы мои глазки не подъезжали к колечку. Вот, все, меня так устраивает. Отлично. И теперь буквально капельку берем лака, наносим лак, клей. Ну, у меня в данный момент уже нет моего любимого, гелевого. Я промазываю лаком. И прохожу опять восьмерочкой глазки. Чтобы они у меня уже окончательно и хорошо закрепились. Придаем им форму, которая должна. И теперь самый ответственный момент. Берем теперь наше перышко. Уводим все бородки, которые вот у нас торчат назад. По возможности побольше, но не настолько, чтобы было много. Вот приблизительно, как вы видите, у меня часть захвачена чуть больше, а часть чуть меньше. Это убираем. Убираем, придерживаем. И уже перед глазками, перед колечками, а потом переходим за глазки, крепим наше перо. Проверяем теперь наши будущие лапки. Все меня устраивает. Как вы видите, оставшееся перо я переламываю через глазки. И уже только потом здесь я отрезаю. Я как бы осью пера сделал еще пышностью своей головы. Теперь проверяем, чтобы у нас было равное количество перышек. Берем нашу пленочку и аккуратно, чтобы не травмировать все наши оставшиеся перья, перо вводим вперед. Перо вводим до колечка, вернее пленочку вводим до колечка. Здесь вот так плотно подхватываем, чтобы наше перо, вернее наша пленка, что меня все время на это перо не залезло на колечко. Переламываем и уже за глазками начинаем, закрепим нашу окончательно уже пленку. Все годится. Подкрашу нитку, потому что уже идет завершение. У нас должна выйти вот такая вот конструкция, симпатичная. Теперь мы берем, подтягиваем хорошо нашу пленку и можно уже попытаться за один раз аккуратно срезать. Убираем все, что нам здесь мешает. И уже здесь, где наша голова и глазки, мы выполним завершающий узел. Если есть необходимость, можно и возле колечка прокрутить, промотать. Потом все это мы вскроем лаком, так что все оно будет однотонным, красивым конгломератом. Все, годится. Теперь делаем завершающий узел и все это пока убираем. Теперь самый ответственный момент. Нам необходимо взять бесцветный лак и сразу подготовить пинцет. Пинцет без зубчиков, вот у меня, которым я изготавливаю глазки, вот такого типа пинцета, подточенный. Вы сами потом поймете, для чего это лучше. И теперь берем бесцветный лак, который мы используем для наших мушек. Удерживаем вот так пальцем и промазываем наше перо. С одной и с другой стороны. Учитывая то, что лак у нас, лак-клей, вот должна выйти вот такая конструкция. И теперь берем наших пинцетик и начинаем теперь делить наше перо. Делим так, чтобы у нас вышло три лапки с одной стороны и три лапки. Хватило, по крайней мере, пера поделить, чтобы хватило на все у нас. И здесь можно даббинговой иглой, ну, кому как удобно, это не принципиально. Вот. Пока еще оно не схватилось до конца, нам удобно. Вот у меня поделились на вот такие, видно, рассыпаются три пряди. И теперь я беру, почему плоский, потому что и без зубчиков. Я беру и начинаю придавать вот так вот форму. Предварительно немножечко капнув еще лака. Вот на место, где я буду гнуть, я наношу немножечко-немножко лака. Маленькую-маленькую капельку. И берем теперь вот так. Удержали. Подержали. Сразу не выйдет, но нужно удерживать до застывания нашего лака. Давайте я на передней этой лапки покажу. Вот. Повернули. И удерживаем. Можно, конечно, брать узелки вязать, но это кому как удобно. Я, например, это изготавливаю именно вот так. Все. Как вы видите, уже у меня оно здесь, лапки формируются. Загиб у меня есть. Теперь эта работа немножечко нудная и по времени несколько длинная. Нам надо теперь вот эти лапки, которые мы подогнули. Я руками закрываю, но мне неудобно вам показывать. Их нужно вот так повернуть вперед. Взять потом руками. И на узелочке эти, где мы подогнули, капнуть лака. Я это сейчас сделаю на всех шести лапках. Ну и дальше мы с вами, вот как вы видите, и дальше мы уже потом продолжим. Главное не торопиться. У вас должна выйти вот приблизительно вот такая в начале конструкция. Теперь нужно подождать, пока лак окончательно высохнет, затвердеет. А потом уже можно будет дальше формировать лапки. Да, это уже, вы сами понимаете, это уже больше реалистик. Поэтому здесь необходимо затратить труда и умений несколько больше, чем мы, допустим, это для других нимфочек, мушек, это все делали. Ну вот, как вы видите, они имеют хорошую подвижность. Уже обозначены загибы у них. Остальное все я доделаю. И потом уже, когда более-менее завершенный вариант будет, я продолжу. Вот приблизительно так должна получиться наша нимфа. Буду держать снизу, сверху, сбоку, как угодно. Еще, конечно, лак немножко подсохнет, потому что он не совсем, как говорится, затвердел. Я потом подровняю еще лапки и сделаю немножечко их покороче. Поэтому, в принципе-то, это уже готовая, ловчая реалистик нимфа. Ну, почти реалистик. Хотя изготавливать их несколько сложно. Каждый из вас поймет. Я что дальше? Немножечко капнул лака сверху, покрасил чехлик над грудкой в черный цвет, и все, и больше ничего не нужно. Вот и все, дорогие друзья. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.